Взрыв и пошла руда. На обогатительной фабрике ее дробят и зерна минералов отделяют от пустой породы. Рудный концентрат металлургом, пустую породу в отвал. Сколько их уже выросло рядом с обогатительными фабриками. А ведь в отвалах рассмотрим руду под микроскопом. Бросаются в глаза крупные зерна минералов. Они-то и попадают в концентрат. Но много олова, свинца, золота, висмута находится и здесь. Только зерна мелкие, механическим способом их не выделишь. И ученые предложили остроумный способ химической возгонки. При этом образуется газообразное соединение металлов. Сначала из бедного концентрата и хлористого кальция готовится шихта. Ее нагревают. Происходят химические реакции. В результате пустая порода идет в отходы. А металлы соединяются с хлором и возгоняются. Хлориды металлов в условиях этой реакции вещества газообразные. На них воздействуют водой и известью. Образовавшийся вновь хлорид кальция возвращается к началу цикла. А богатые концентраты металлов осаждаются. Так выделяются ценнейшие металлы из бедных руд. Новый способ обогащения руд разработан в Институте новых химических проблем Академии наук СССР. Вот что говорит об этой работе герой социалистического труда академик Николай Михайлович Жаворонков. Новый метод обогащения бедных труднообогатимых руд успешно прошел промышленное испытание. Таким образом, учеными совместно с работниками промышленности создан эффективный метод химического обогащения труднообогатимых руд, который расширяет сырьевые ресурсы цветных металлов в нашей стране и позволяет экономично извлекать ценные металлы даже из отвалов производства прежних лет.